Осталось у нас яиц меньше половины, масло осталось меньше половины, порога осталось меньше половины, курица осталось меньше половины, половинка осталась мясо-говядина, рыба половина. Все, что на столе, это на две недели вперед, ведь задача выжить на 150 рублей в день. В Челябинской области 12 работников металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий третью неделю участвуют в эксперименте «Жизнь на минималках». Они постараются уложиться в своих повседневных тратах в минимальные размеры оплаты труда. Сейчас это 12 130 рублей на человека в месяц. Выяснилось, что после всех неизбежных расходов, вроде платы за услуги ЖКХ, проезд и связь, на питание в среднем остается 4,5 тысячи рублей. Это без учета налогов, трат на лекарства или выплат по кредитам. У нас таблица, разработанная Росстатом, в ней прописаны 33 продукта. И там сколько на месяц, сколько на день. Сразу могу сказать, что картошки, хлеба там с избытком. Но сами понимаете, просто есть одну картошку и хлеб – это невозможно. Консультирующий участников эксперимента диетолог с иронией пожелала им удачи, заявив о неизбежной нехватке витаминов для организма, рассказывает житель Челябинска Евгений Соловьев. В «Жизнь на минималках» он участвует вместе с женой. Они подробно изучили данные Росстата. Власти рекомендуют им вот такую карамельную конфету на двоих в день. Менять обувь раз в пять лет, а пальто раз в восемь, рассказывает Евгений Соловьев. Бонусом идет постоянное чувство легкого голода и усталости, потери веса. Сделано, как будто, чтобы люди реально вымирали. Люди выживают. Люди не могут нормально питаться и жить. Это выживание. Вот мы две недели просто выживаем. В тех же условиях семейная пара Качкайкиных. Вадим работает гибщиком труб на металлургическом предприятии. С новым режимом на физически тяжелой работе началась потеря веса. На прошлой неделе Вадим Качкайкин, он почетный донор, впервые не смог сдать кровь из-за слишком низкого уровня гемоглобина. Средний чек из супермаркета семье пришлось урезать в несколько раз, без учета трат на дочку. Дети, разумеется, вне эксперимента. Постоянно в жесткие рамки. Постоянно думаешь, где быть, чтобы подешевле. Продукты абсолютно самые необходимые. То есть курица наше все. Мимо мяса мы проходим. Какие-то овощи, фрукты тоже, наверное, в последнюю очередь. Эксперимент проводит Челябинская областная организация горно-металлургического профсоюза России. Заместитель главы отделения Владимир Ревенко тоже участник жизни на минималках. По его словам, семейный бюджет «Видим Род» — это реальность, в которой живут обитатели небольших городов Челябинской области, где, например, обанкротились городообразующие промышленные предприятия. В Минтруде тем временем уже со следующего года хотят изменить методику и перестать считать МРОД, отталкиваясь от потребительской корзины. Минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной зарплаты в России за предыдущий год. То есть где-то 12 700 рублей. В сентябре правительство одобрило такой расчет. То есть барского плеча нам дают вот эти деньги. Но при этом раньше МРОД у нас проецировался и прожиточный минимум на продукты питания. То есть если они росли, то и он рос, он не мог не расти. Сфера услуг, там, не сфера услуг, а всякие платежи, там, коммунальные и так далее. И он рос. То сегодня он привязан будет только к заработной плате. К медианной причем заработной плате. А если вы посмотрите оценку специалистов, экономистов и так далее, в России нельзя соотношение делать к медианной зарплате. Почему? Потому что у нас очень большая дифференциация в заработных платах. Прежде чем принимать такое решение, активисты предложили чиновникам из Министерства труда и социальной защиты самостоятельно прожить полный месяц на минимальный размер оплаты труда, питаясь только продуктами из потребительской корзины. Они также запустили на Change.org соответствующую петицию. По прошлогодним данным Росстата, средней российской семье требовалось 58,5 тысяч рублей, чтобы свести концы с концами. Это в несколько раз больше минимального размера оплаты труда. Иван Воронин, Антон Олейников. Радио Свобода. Москва.